А вот село Лесная Поляна Новосибирской области уже спасали от огня местные жители. Пожарные к ним просто не смогли доехать. Дороги на окраину деревни просто нет. Почти 200 домов оказались отрезаны от внешнего мира. Здесь даже старики не могут дождаться медицинской помощи. Подробности в сюжете Павла Теунова. Всего несколько дней назад Лесная Поляна едва не сгорела. Местные жители заметили дым в нескольких сотнях метров от жилых домов и кинулись тушить огонь сами. И пожарная приехала только через два часа, когда остались угольки одни. Мы тушили ведрами воду, с колодца набирали, с колонки таскали. И так каждую весну люди живут как на пороховой бочке. Даже непотушенная сигарета в сухой траве грозит крупными проблемами. Пока вот начнет поле, лес и все. И у нас вот за этим лесом начинается сразу деревня. Все, сгорит сразу. Два часа. Спасателей проехать в эту часть села не могут, потому что дороги сюда нет. Вместо нее болото и грязь. Пенсионер Владимир Сапко перенес уже два инсульта, но до медиков добраться так и не может. Ну, по возможности зимой была возможность. Последний раз, по-моему, зимой было. Можно было проехать. Ну, а сейчас это бесполезно. Сами видите, что творится. Жители почти 200 домов фактически отрезаны от внешнего мира. Кто помоложе, через болото выбирается пешком. Старики не рискуют. Ветераны даже пропустили празднование юбилея Победы. Ног не вытащить была. Грязь такая. Так мучился, что невозможно. Ни воды не принести. Ничего нельзя было выйти. Но бездорожье заканчивается там, где лесную поляну разделяет железная дорога. На этом конце деревни проблем с дорогами нет. Здесь регулярно ремонтируют проезжую часть и даже кое-где есть освещение. Все потому, что по эту сторону железнодорожных путей живет и трудится руководство деревни. На все жалобы в сельсовете только отмахиваются. Прислали ответ, что ремонт дороги будет 15-16 год, но нынче задавали вопрос на собрании. Сказали, денег нет. Сказали, хоть бы доделать первую улицу, потому что еще за первую улицу должны там сколько-то миллионов. Чтобы проложить дорогу жизни, необходимо 5 миллионов рублей. Такой суммы, уверяет местное руководство, в бюджете нет. А сам глава сельсовета живет в благоустроенном центре села. Павел Теунов, Дмитрий Кабанов, Новости РЕН-ТВ, Новосибирск.